Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору. Работу врачей принято считать важной и очень ответственной. К тому же это одна из древнейших профессий, существующих в мире. Современная традиция отмечать 21 июня день медицинского работника появилась в 80-х годах прошлого столетия. О специалистах, которые первыми оказывают первую помощь, наш сюжет. Наталья Черкасова после окончания интернатуры 14 лет назад устроилась работать в городскую скорую помощь врачом картиологической бригады. Ее профиль считается одним из самых трудных. На вызовах почти каждый пациент испытывает острые боли. По словам врача, к работе не всегда получается подойти отстраненно. Да и задержки тут тоже не редкость. Это одна из тех специальностей, в которой мы проводим большую часть времени. Все-таки на работе. Но, к сожалению, иногда бывают разные ситуации дома, но чаще всего с пониманием близкие относятся к нашей профессии. Возможно, именно поэтому мужчины среди фельдшеров или врачей скорой помощи редкость. Говорят, не выдерживают. Так что в бригаде Натальи Юрьевны только один представитель сильного пола – водитель. По этой же причине, когда нужно увезти больного в стационар, нести носилки, приходится просить соседей. Многие болят? Больно ходить? Да, иногда. Папа, где ты вот так? Давайте будем смотреть вас. Давайте кофточку снимем. Анатолий Дякин на оперативность работы персонала скорой не жалуется, чего не может сказать о собственном здоровье. Ветеран труда долгое время работал электромонтером на железной дороге. Ну а до выхода на пенсию занимал более спокойную должность, настраивал учению городские светофоры. Сегодня в больничку ехать не надо. Хочете принимать все свои таблеточки, которые вы регулярно принимаете, и этого будет достаточно. Хорошо, спасибо. Врачи хорошие, заведующие хорошие. За свою медицинскую карьеру Наталья Черкасова оказала помощь более чем 14 тысячам пациентов. Порой за ночное дежурство ее бригаде приходится по 13 раз выезжать на вызовы. И свой профессиональный праздник, скорее всего, они тоже отметят на работе.